Продолжение следует... Продолжение следует... Короче, в Facebook, ВКонтакте, в Twitter, YouTube канал будет. Вот все, что мы здесь записываем, обсуждаем, все мои презентации, куда я буду ездить и рассказывать. Все материалы будем туда выкладывать. Есть же также Slack-чат. Его можно найти в GitHub, в главном репозитории. Сверху ссылочки. Можете в Slack добавляться. Мы там все время активны. В течение рабочего дня мы доступны. И за событиями, в принципе, можно будет следить через Facebook. И если вы там общались с нашими ботами в Telegram или в Facebook, то там можно нажать follow. И фактически подписаться на серию событий. Мы там будем рассылать. Как только будет создано какое-то событие запланированное, бот вам будет говорить, что там есть такое-то событие. Вы уже там приходите, не приходите. Подписывайтесь. Ну и ладно. Давайте последний слайд. И мы уже практически закончим на сегодня. Если там какие-то вопросы, мы в кулуарах еще ответим, уже без микрофонов. Roadmap 2017 год. Здесь вот есть две метки. Третий квартал – это начало, получается, третьего квартала. То есть первая часть – это первые полгода. И там уже два квартала остающихся в году. Скорее всего, попытаемся привязать релиз фич к ивентам. То есть это как Selenium Camp и Google Test Automation Conference. Я пока не уверен, попаду ли я туда, потому что там очень строгий отбор. Но я постараюсь съездить как минимум на Selenium Camp Touch, но на Google посмотрим, как повезет. Но к этим майлстонам попытаемся выпустить интересные фичи. Из того, что сейчас у нас есть в разработке, и это уже как раз делается, часть UI остается допилить, это BDD-суппорт. А именно поддержка статистики, которая относится к BDD-фреймворкам. Там есть такой прикол, что в обычной, ну там, plane автоматизации или не знаю, как это называть, православной автоматизации у вас элементом подсчета является тест-кейс. В случае с BDD у вас единица измерения является сценарий. Я лучше на это перейду. И чтобы правильно подсчитывать сценарий, нужно сменить стратегию подсчета. Потому что сейчас получается, что если вы запускаете, там, как бы, хотите мерить сценарий, у вас считаются степы. Это не очень удобно. И вот, собственно, BDD-суппорт – это будет тот момент, который позволит пересчитывать эти вещи правильно и отображать правильно. Давай, отвечать на вопросы. Кому интересно, кстати, BDD? Кто работает с BDD? Окей. Баблюсь по выходным, да? Ну, тут, да, стоит отметить только, что, наверное, сама формулировка смущает. То есть все это есть, как бы уже. Единственное, что действительно, статистика будет подсчитываться несколько удобнее для тех ребят, которые работают с BDD. То есть не по степам, а по сценариям. Да, в привычной форме. Асинхронные операции. В основном это связано с агентами. Убери голову. Убери голову. И это вот то, о чем я говорил. То есть асинхронный репортинг со стороны клиентов. С другой стороны, хотелось бы сделать сервер более интерактивным. То есть чтобы UI как-то… Ну, то есть ребята, знакомые с технической частью, они знают, что есть лонг-пулинг, как метод обновления информации, да, там, скажем, на UI. А есть методы типа там веб-сокетов, ну, ты что-то непрерывного. Вот в нашем случае сейчас есть лонг-пулинг, что по сути означает, что мы рефрешим страничку время от времени раз в три секунды, чтобы обновить данные. Это нагружает и сервер, да и вас несколько напрягает, потому что это некрасиво. А когда это все будет построено на ивентах, будет намного симпатичнее и гораздо более интерактивно. Всем понятно? Работаем дальше. Move Merge Items – это запрос вот сейчас у нас от Томсен Ройтерса. Их интересует возможность комбинаторики существующих структур, то есть чтобы можно в структурах перемещать вот эти подструктуры, складывать их, склеивать. То есть сейчас у нас доступен мерж, но он делает это на уровне ланчей, то есть вот у вас есть дерево, и он просто к этому дереву приклеивает рядом второе дерево. У них просьба есть, чтобы дерево накладывалось на дерево и правильно дополнялась вот эта вот структура при повторных там ветках. Это тоже есть в планах. Это же делается уже. Вот здесь вот часть интересная для менеджеров и там трекания состояния – это метрики. У нас есть страничка, она висит на самом деле, есть на UI, но она просто скрыта кнопочкой, которая ее открывает. Это project status. Это подборка с жестко фиксированных графиков, маленьких, которые показывают состояние вашего проекта. То есть типа что там, хардбит вашего проекта на текущий момент, в какой зоне вы там, зеленая или красная находитесь. Есть сложность с завершением этой фичи лишь только с той точки зрения, как правильно понимать красные и зеленые зоны для проекта. Потому что они у всех разные. Нет идеального там цифры там 5, которая говорит, что если у вас 5 хорошо, если у вас 6, это уже хуже. Простой пример. Для кого-то нормально запускать автоматизацию два раза в неделю, для кого-то нормально 36 раз в день. Все очень сильно зависит от проекта. У меня здесь сложность. Я просто не могу откалибровать эти цифры, подобрать нужные полки, на которых там включать либо выключать эти пожарные датчики. Конфигурить? Да. Ну вот единственный вариант остается, это делать его конфигурубл, то есть чтобы каждый проект сам себе отмечал, где у них зеленая зона, где какая. Следующий шаг поверх этого – это портфолио статус. Вот в данном случае это фича интересная EPUM. Когда набор проектов, суммируется с них статус, чтобы показывать статус портфолио. То есть статус группы проектов. Например, просто заказчик может иметь подпроекты, там очень много проектов, там до 100 штук всяких разных, им интересен общий статус. Ну, фактически это подсуммирование нижней задачи. Динамическая авторизация для сервера – это, помнишь, по поводу GitHub. На лету установленный сервак, переконфигуривать. Ну да, это маленькое улучшение. Вот то, что я показывал, ClientID, SecretID в Docker Compose файле, на самом деле очень неудобно их там держать. Мы их перенесем на страницу конфигурации сервера. Просто, чтобы ребята могли в динамике менять эти параметры. Вот тот самый импорт дата, который позволит заливать уже готовые результаты. Я думаю, что поддержим какие-нибудь самые стандартные форматы и предложим какой-то свой. Если вы в нем будете логировать информацию, то он будет легко съедаться репорт-порталом. В чем тут бонус? Например, если у вас нет связи с серваком либо там какие-то другие сложности, вы просто можете потом через API-метод тем же Jenkins'ом закинуть эти данные к нам. Апдейты, про которые рассказывал Андрей, связанные с high availability. Это вот для того, чтобы SAS, который у нас просят заказчики, начал работать. Сравнение ланчей между разными платформами. Это для более… У нас есть там comparison, но он элементарный просто на уровне цифр. Здесь нужно сравнение, как меняются и развиваются разные ветки, например, в сапсьют, и в чем отличие приросты тест-кейсов. То есть такая наглядность. Есть такая штука, очень все привозят в пример. Внутри тест… Не тест, тест, тест. Тест TeamCity. У TeamCity. То есть может быть там скопируем функцию у TeamCity. Elastic Engine. То, о чем рассказывал Андрей. Сложно пока проанализировать там, сколько она нас займет, потому что опять-таки это такая частичная исследовательская работа. Прикрутить-то его, может, несложно, но важно получить от него какой-то смысл. То есть заставить работать его в нашу пользу. Как последствия Elastic Engine у нас появится Advanced Curie. То есть можно в принципе… Не сейчас, как составляются фильтры с помощью кубиков натаскивать, а писать как в Jiri Advanced такой запрос, который будет позволять там сложные выборки делать. Machine Learning где-то там, очень далеко. Пока его хочется, но непонятно, как его делать. И будем искать людей, у которых есть опыт, которые смогут нам подсказать, как из этого дела получать какую-то ценность. В частности, у нас есть Big Data, Big Data Беларусь, как там, групп, Yunona. В общем, комьюнити бигдатчиков, которые все это вроде бы делают в проде, и надеюсь, с ними получится скоммуницироваться, чтобы получить от них какую-то… Тут комьюнити математиков надо. Ну и да. Они, по-моему, там все такие математики. JiraOus. Для нормальной работы интеграции с Jira и TFS интеграцию похотелось бы переписать. Возможно, Redmine, но здесь Redmine имеется, скорее всего, как какая-то баг-трекинг-система, которая используется на, скажем так, недорогая либо бесплатная, и на которую больше всего будет спрос. Сейчас поступило предложение на Redmine. Скорее всего, заведем голосовалку по поводу того, какую написать интеграцию с какой системой, на какую больше всего будут использовать наши пользователи. Давно просят у нас assign investigation. Это в чем смысл? Вот эти вот оранжевые пунктики, которые вы видели, там падение, от нас просят, чтобы можно было делать assign задачи по разбору вот этих определенных групп оранжевых кейсиков для определенного пользователя. Возникает момент, что мы боимся туда лезть. Боимся не потому, что не знаем, что делать, либо сложно. Боимся по той причине, что мы лезем в нишу менеджмент-системы. Мы становимся уже task management, который, соответственно, за собой тянет дополнительный функционал в виде трекинга своих задач, статуса по своим задачам, напоминания об этих задачах. То есть это все будет хотеться, когда у вас есть такая штука. И есть большой риск, что мы начнем компетитовать с какими-то штуками, которых куча на рынке для task management и test management. И там у нас просто не будет шансов, потому что нас не так много, а там уже конторы по тысяче человек, которые работают за приличные деньги. Поэтому с этим думаем. Может быть, в упрощенной форме дадим. Если будет кто-то готов еще к интрибьютному все это дело, там развернем побольше. Но, в принципе, если говорить о построении всего стека ежедневной работы, то наличие этой функции очень, конечно, поможет. Ну, я тут добавлю. На самом деле эта тема обсуждалась уже. И дабы вроде как бы и запрос закрыть, и не сделать из репорт-портала вторую джиру, я думаю, что этот assign будет просто создавать task на этого человека в баг-трекинг-системе и все. Это будет самое правильное решение, потому что все-таки тайм и баг-трекинг-системы – это те вещи, которые должны следить за assignment. По сути, забьем еще один баг, только с другим типом. Часть, связанная с перформансом. Сейчас уже обсуждаем с отделом перформанс-тестирования. У ребят есть какие-то определенные свои наработки, которые они используют. Вот они сейчас в той стадии, когда, как мы, 4 года назад. У них есть свои решения, но они каждый раз применяют его заново, там пилят их на каждом отдельном проекте. С ними сейчас обсуждаем в таком подходе, что, ребята, у нас есть платформа, тем более она на микросервисах, она extensible. Давайте ту часть, которую вы все равно везде повторяете, запулим к нам, то есть используя нашу платформу, расширим функционал, связанный с перформансом, и тогда репорт-портал уже будет представлять из себя пакет, связанный с автоматизацией и перформансом. Еще одна голубая мечта всех менеджеров, стоящих над нами, это связь, вот эта часть, вообще, в принципе, возможность репорт-портала работать еще и с мануальными тест-кейсами. Тоже очень большой риск. Большой риск в том, что можно стать тест-менеджмент-системой, которых на рынке навалом, которые бесплатные, и мы, скорее всего, их не победим. Да и, в принципе, победить Excel, наверное, вообще нереально, потому что нет ничего более гибкого и быстрого, и работающего, и удобного, чем, наверное, Excel. Повторить Excel в браузере нереально. Ну, в нем есть минус. У него респонс чуть поменьше. То есть он, да, ну и он ограничен в функционале. Писать какой-то, то есть наличие мануальных тест-кейсов у нас уже требует трекинг этих тест-кейсов, создание, управление ими и так далее и тому подобное. Это еще здоровенный там кусок продукта, не знаю, наверное, наполовину равный тому, что есть уже в репорт-портале, и мы не уверены, что мы получим с этого действительно. Наши вложения оправдаются, что мы будем строить что-то полезное, а не заниматься там копированием чужого функционала. Единственное, что есть воркараунд, который ребята пользуют. Они собирают Excel, либо там, я не помню, что у них используется для трекинга, прогона ручного, но по факту они с помощью Дженкинса запускают ночную джобку, которая ходит, либо съедает Excel-ник со статусами, либо вытягивает через API статусы прогонов и просто вызывает те же самые ивенты, как будто проходит автоматизация. И они загоняют точно такой же ланч, слитый с ручных проходов. То есть они распарсили свой файл Excel-овский, залили к нам результаты, и у них наглядно получается отдельная вкладка, то есть там фильтры можно создавать, то есть типа стримы, сабстримы, они делают все промануальное. И в чем бенефит в итоге? У них один дэшборд, который показывает полноценный статус тестирования для продукта на одном табло. Все вместе, все в кучу, все удобно. Вот это в принципе все, ребят. Что хотелось сегодня рассказать? Подписывайтесь, присоединяйтесь. Спасибо, что пришли. Еще раз хочу сказать, что наш интерес здесь только в том, чтобы построить классный продукт, который будет удобен всем. Мы не несем за собой никакой цели зарабатывать на вас деньги. Это вообще не здесь и не про это. В данном случае, можно сказать, нас спонсирует EPUM. Спасибо ему за это, спасибо за его интересы в развитии в данной нише и в данном направлении. И что мы из этого получаем как пользователи? Мы получаем возможность за это финансирование делать хороший продукт, который будет всем полезен. Я думаю, что этим стоит воспользоваться, и поэтому, собственно, я этим и занимаюсь на протяжении этих четырех лет. Присоединяйтесь, следите за нашими пабликами. Будем рассказывать, показывать, приглашать. Спасибо.